Айда Татарстан. Сегодня мы в селе Большие Кайбицы Кайбицкого района. В 10 веке эту территорию покрывали дубовые рощи и липовые деревья, а населяли территорию буртасы. Это предки современных пензенских мешарей. Занимались они рыболовством, охотой и бортничеством. А бортнические угодья на языке буртас звучат как кабацы. Отсюда и название Кайбицы. В селе Большие Кайбицы большой праздник. Готовятся к Сабантую. Сбор подарков – особая традиция для местных жителей. Татары приглашают соседей, русских и чувашей на Майдан. Уже 40 лет дружат семьями Архиповы и Камаловы. И радости, и горести. Все стало общим. Вы очень гостеприимны. Всегда спросят, как дела, чай пить зовете. А теперь вот на, к нам чай пить. Любаша, я с Болешем пришла. Ой, это очень хорошее блюдо татарское. Да и Болеш не простой, а с гречневой крупой. Заливают его топленым сливочным маслом. Пропитывают им крупу и нижний слой теста. Сегодня мы пришли вас приглашать на Сабантуй. А после Сабантуя к нам в гости придете. В Кайбетском районе проживает почти 15 тысяч человек. Из них 66% татары, 26% русские, 5% чуваши. Для всех Сабантуй родной праздник. Мы по нации не различаем. Мы так вообще в селе привыкли. Здесь народ очень замечательный, дружный, уважительный такой. Всегда в гости позовут. Чай ему гостят. Песни не хватает. Большие Кайбицы, райцентр. Здесь 400 дворов, 1800 человек. Местные жители хранят традиции, как зеницу ока. С нетерпением ждут завершения весенних полевых работ. А там и сбор подарков на Сабантуй. А вот так жители Больших Кайбетс готовятся к Сабантую. Наряжают лошадь, надевают национальную одежду и ходят по домам. А там их ждут хозяева с подарками на Сабантуй. Так и передаем традиции своим детям, говорят жители. Есть еще один обряд. Старожилы дарят полотенце лошади, которая на скачках прибежит последней. Всегда очень жалко лошадь, которая приходит последней. Вот я всю жизнь их жалела. Иногда успеешь им что-то подарить, а иногда нет. А тут уж полотенце обязательно накинут. И лошадь радуется, и наездник. Репетируют давно. Песни на Кайбетском Майдане будут звучать на языках народов республики. Татарские коллективы переплетаются с русскими фольклорными коллективами, чувашскими. Тут же кряшины присоединяются. И все мы собираемся, все коллективы собираются на Майдане. И большой хоровод, дружбы – это отличительная черта нашего Кайбетского района. В советское время Кайбетский район прославил колхоз путь к коммунизму. Разводили коров, овец, свиней. Сейчас за дело взялись инвесторы. А в этом году в районе начали строить часть высокоскоростной трассы М-12. Она насквозь пройдет через весь район. Деревни не тронет. Здесь рядом создаются городки с мощной инфраструктурой, обслуживающей инфраструктурой эту трассу. Это создание многих, не только десятков, сотни, а может и тысячи рабочих мест. Такие перспективы вселяют большие надежды. Район молодой в этом году отметил свое 30-летие. Жители этой дате посвятили песни. У района уже года, 30 лет весь ерунда. Каждый день район просрашивает. Не согнут его года. Алия Харюдинова, Марат Зайдулин, ТНВ, Кайбетский район.